вчера был один из самых страшных дней как ночной кошмар один из самых страшных дней в моей жизни видел еще страшнее еще ближе тогда у меня и сердце было может быть еще помягче и разум находился в другом состоянии потому что это было еще 33 года назад к этим событиям я вернусь попозже событиям которые происходили в моем родном узбекистане в родном нефергане пока такая административная важная информация значит еще неделю назад я радостно призывал смотреть канал РЕН-ТВ потому что там по субботам по утрам будет моя программа завтра моей программы на РЕН-ТВ не будет значит завтра изменена схема вещания канала и в субботнем эфире будет выходить больше новостей 8.30 12.30 там и так далее поэтому в связи с этим моей программы завтра на РЕН-ТВ не будет возможно она выйдет когда-нибудь потом я не знаю хронометраж других программ развлекательных познавательных укорачивается увеличивается программа ладно бог с ним что мне это делать что мне делать в этой ситуации кулинар я последние 20 лет больше 20 лет занимаюсь тем что рассказываю людям о том как готовить вкусную еду как дружить как встречать гостей как жить а а что теперь мне делать когда вот такое происходит что давайте давайте поговорим конечно вот такие изменения в нашей жизни многих наших соседних государств братских государств так я по-прежнему считаю и буду считать и умру с этим мнением что это братские государства это братские народы но вот сегодня вчера последние 8 лет последние 30 лет 33 года происходят какие-то страшные изменения в нашем сознании в нашей жизни извечный русский вопрос кто виноват и что делать я виноват я виноват имея в руках такой мощный инструмент как интернет я до сих пор не рассказывал вам ни разу не касался тех страшных событий свидетелем которых явился я сам когда мне было только 27 лет я сейчас свете говорю только 27 лет как будто мужчина в 27 лет не способен ничего сделать как будто мужчина в 27 лет это по-прежнему какой-то маленький ребенок а у меня между тем в 89 году уже трое детей было я был отец семейства и я ни хрена не сделал ничего для того чтобы остановить националистическую бойню которая происходила в моем родном городе в Сергане больше того прошло 33 года я вам до сих пор не рассказал об этой бойне не рассказал о том к чему приводит к чему приводит националистическая болтовня к чему приводит разжигание ненависти между народами если рассказывать подробно о всех тех событиях то это лучше книги сделать это получится довольно толстая книга один мой друг журналист в те годы ферганской правды газета такая была Макс Турье написал об этом книгу ему пришлось после этого поспешно уезжать в Израиль да начиналось все с элементарной болтовни с разговоров о том что одни люди лучше другие хуже одни коренные другие приехали и мы старались все как-то обходить эти разговоры да ладно они там поболтают перестанут не поболтали не перестали случилось не дикая а даже дикарская война с ножами топорами с дубинками на край дубинки гвозди наколачивали вот этими дубинками дубасили друг друга у кого-то там были охотничьи ружья но фергана не самый охотничий город и бутылки с бензином камни булыги огромные вот что пошло в ход и пролилось много крови больше ста человек погибли я своими глазами не видел ни одного погибшего я видел как плачут матери этих погибших я видел какое горе национализм принес в мой родной интернациональный узбекистан который после этого рассыпался посыпались начали уезжать люди турков изгнали турков месхетинцев там был конфликт между узбеками и турками месхетинцами между людьми которые разговаривают на понятных в принципе языках между людьми которые одну и ту же религию исповедовали между людьми которым что там было делить но при помощи национализма натравили одних на других натравили друг на друга и устроили эту бойню а потом следом турков эвакуировали на Ил-76 увезли куда-то в черноземную зону России самое лучшее место нашли в Советском Союзе этот народ турки месхетинцы оказались раздробленными теперь они живут в разных странах немножко здесь в России кто-то вернулся потом потом вернулись в Узбекистан когда там прошло все понимаете прошло слава богу что прошло кто-то оказался в Турции кто-то в Америке главную трагедию при этом конфликте пережил именно узбекский народ это руки сыновей узбекского народа оказались по локоть в крови и в результате никому лучше не стало никто лучше жить не стал после того как изверганы были изнаны турки месхетинцы жизнь стала только хуже гораздо хуже очень трудные годы пережил Узбекистан а если когда-то потом кто-то в Узбекистане начал жить лучше то это вовсе не благодаря тому что турков не стало или не стало немцев или уехали евреи или уехали больше половины русских крымские татары а лучше жить от этого не стало никому кто-то купил квартиры по дешевке или дома по дешевке ну и что при помощи ненависти при помощи ненависти кто-то рушил нашу Родину этот Советский Союз почему же был избран такой жестокий инструмент 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 который сеет вражду между народами на десятки лет не на год не на несколько месяцев не на время там какой-то военной операции я думаю потому что сама наша Родина была построена на принципах ненависти классовой ненависти прежде всего скажите я не прав вспомните гражданскую войну сколько русских людей убили других русских сколько узбеков убили других узбеков сколько украинцев убили других украинцев и еще все понемножку друг друга на основании того что это типа бедный он рабочий или крестьянин там на основании этого что это вот богатые там белогвардеец там или еще кто там или там петлюровец махновец басмач несколько лет продолжалась эта бойня эпидемии бушевали тут тиф испанка там где-то там и в это самое время люди убивали друг друга из-за того что возненавидели друг друга брат войной пошел на брата ну все вот это склеили и образовалось сначала помещик было побольше стало 15 республик в которых большинство ныне живущих моих ровесников кто слушает меня мы там и родились да вот в этом братском союзе вековом не продержался даже и века этот союз потому что везде по всему советскому союзу стали возникать вот такие очаги как в моей родной фергане когда людей натравливали одних на других и когда бойня происходила из-за того что этот видишь ли одной национальности а этот другой национальности сейчас многие начинают впадать в прекрасно души вот тогда у нас не было никакой разницы кто какой национальности и я не возражаю часто против этих разговоров да наоборот говорю о том как мы жили хорошо и дружно кто то жил хорошо и дружно но слова зверек чурбан жид ара азер хохол кацап другие мырх там сарт обзывательство одних народов на другие я узнал не за последние годы я всех слышал в том благодушном царстве ссср это тогда все начиналось и национализм и антисемитизм и гаденькие анекдотики друг про друга какой вот той национальности человек дурак и какой вот умный вот этот какой он смешной и какие мы добрые очень сильные все это легло в основу там вот была такая подсохшая солома туда искорку только раз и вспыхнуло между прочим и в кулинарии это происходило еще с советских лет это начало происходить в области в области кулинарии появился такой писатель Пахлёбкин который написал там книгу национальные кухни наших народов и он там значит будучи совершенно безграмотным человеком в кулинарии я отвечаю за свои слова абсолютно безграмотным не понимающим очень многих основ не понимающим как развивалась история кулинарии не имевшим доступ к библиотекам сказки про то что у него там были огромные библиотеки это ерунда это фуфло у него даже членский билет ленинской библиотеки был отобран за его антинаучные бредни тем не менее вот он до сих пор популярный и вот он значит там начал делить кухню между народами деление вот этой кухни по национальным квартирам растаскивать началось еще раньше и еще раньше началась такая баталия между например армянскими и азербайджанскими кулинарами она началась еще в 60-е годы Похлебкин тогда еще ничего не писал причем началось с того что вот все вдруг блюда с азербайджанскими названиями оказались приписанными к армянской кухне в те годы было вот реально это были реально еще счастливые годы мира между армянами и азербайджанцами армяне жили в азербайджане очень много еще больше азербайджанцев жило в Армении и в и в других городах и тем более в Карабахе и кому понадобилось вдруг вот делить народы не только просто там по национальности да не только по религии это христиане эти мусульмане но еще и по кухне кому нужно было разжигать этот конфликт начиная с кухни понимаете в чем подлость начиная началось с кухни типа вот это все мы придумали а эти кочевники они пришли и мы их всему научили вы все знаете да к чему это привело сколько беженцев азербайджанцев миллион беженцев миллион миллион беженцев из из Армении и Карабаха оказались в Азербайджане сколько армян оказалось в России многие же как раз после того периода переехали в Россию теперь вот живут в Сочи Ростов Краснодарский край там и так далее ну везде живут хотя и до этого жили кулинария тоже может оказаться довольно гадким инструментом в руках националистов к сожалению я бы хотел рассказать вам может быть немножко подробнее что я думаю о национальной кухне что такое вообще национальная кухня мы же представляем это как факт национальные кухни у разных народов существуют значит давайте сейчас поподробнее об этом скажу что мы вообще вкладываем в понятие блюда такой-то кухни вот неважно какой вообще большинство народных блюд являются не узконациональными а региональными рецепты и технологии приготовления тех либо иных блюд распространяются на территориях где есть необходимые ингредиенты и условия понимаете ну вот растет капуста свекла морковь и есть мясо да там не знаю какие-то еще там могут чуть-чуть там картошка лук томатная паста где-то растет что там будут готовить на этом вот на этой территории они что будут готовить борщ там где есть рис морковь лук там масло мясо будут готовить плов таким образом национальная кухня это набор блюд которые готовят представители данной национальности вот возьмем отдельно взятые национальности у них вот есть такие условия у них есть казан у них есть вот эти продукты они будут готовить значит плов потому что ну блюдо вкусное оно распространилось от соседа к соседу поэтому одни и те же блюда могут готовить представители разных народов и каждый народ справедливо может считать это блюдо своим но иногда приписывая себе определенное блюдо люди имеют в виду вопрос его происхождения а это совсем другое дело понимаете все попытки установить истинное происхождение народных блюд могут носить исключительно гипотетический характер не более того вот все признаки начиная от этимологии названия и до ареала распространения того или иного блюда являются косвенными но непрямыми свидетельствами изобретения данного блюда именно данным народом хотя вот этимология и изучение кулинарной географии могут натолкнуть довольно стройные рассуждения и о происхождении тех или иных блюд об их истории и все равно можно говорить лишь о географическом происхождении блюда но не о национальном ни в коем случае подлинно известно и документально подтверждено только происхождение только малой толики блюд что вот представитель этого народа придумал вот это блюдо либо это блюдо было придумано там и исключительно только представители этого народа готовили это блюдо а другие не готовили но большинство нынешних технологий приготовления пищи было придумано человечеством задолго очень задолго до образования ныне живущих наций вот люди делятся на нации эти нации все были образованы уже после того как люди придумали например варить мясо или молот на жерновах муку из этой муки делать тесто выпекать хлеб хлеб кому принадлежит вареное мясо кому может принадлежать а жареное кто придумал жарить мясо ну что за глупости и вот возможно что у тех кто придумал какие-то блюда и потомков уже не осталось а с другой стороны вот есть такая библейская личность Авраам от него произошли два народа в библии написано в коране написано что от него произошли два народа евреи и арабы семитские народы вот допустим Авраам придумал некое блюдо кому принадлежит сегодня это блюдо евреям или арабам он про отец и тех и других и те и другие считают его за пророка и те и другие поклоняются вероятно его могиле кому принадлежит давайте скажем пусть армянам принадлежит или чтобы армянам не было обидно давайте скажем что азербайджанцам принадлежит ну понимаете уровень глупости какой с другой стороны можно ведь проследить распространение тех или иных блюд по регионам и даже по планете как они распространялись многие блюда распространялись не только или они для технологии widow распространялись направление impacting распространением ингредиентов для приготовления этих блюд и специй. Вот, например, сахар. Первый сахар начали производить в Индии. Совершенно понятно, когда. 1200 лет назад примерно. Пути его распространения, пути его попадания в Европу, в Европе начали производить сахар гораздо позже, лежали через арабские страны. В арабских странах было запрещено продавать товар, который, это исламский закон был, что если ты купил товар, ну, к примеру, там, за 100 рублей, ты его можешь продать не дороже, чем 120. 20-процентная наценка была зафиксирована Кораном. Дороже не можешь продать. Но если ты переработал этот товар, сделал из него что-то другое, принципиально другое, ты можешь продавать как угодно дорого, за сколько купит. Поэтому методы переработки сахара в кредитерские изделия появились в крупнейших торговых центрах Ближнего Востока. В Багдаде, в Дамаске, там появилась первая халва. Ах, отвлекся. Ну, именно по этой причине пути распространения тех или иных ингредиентов, специй, блюд совпадают с караванными и морскими путями. Понимаете? Всем известен Великий Шелковый Путь. Вот по этому Великому Шелковому Пути происходило распространение технологии приготовления блюд. Причем, многие считают, что только с Востока на Запад. Нет. И наоборот, с Запада на Восток тоже происходило. В ряде случаев. Может быть, на каких-то коротких фрагментах этого Шелкового Пути. Но это было. И поэтому очень часто одни и те же блюда со схожими названиями, со схожими технологиями, с одними и теми же ингредиентами готовят у разных народов. И народы могут иметь прочные и устойчивые связи не только по языку, но еще и по общим каким-то этническим корням, по общим религиозным каким-то связям. И в частности, по кулинарии. Но если люди готовят одни и те же блюда, это означает, что они достаточно продолжительное время живут друг с другом рядом. И научились друг от друга этим блюдом. И очень часто так получалось, что одним народом управляли представители другого народа. Представители другой страны даже. И кулинарная составляющая, кулинарная культура распространялась сверху вниз, от этих управителей вниз. Так произошло, например, на Балканах, где распространились турецкие методы приготовления еды. Несмотря на то, что это были изначально христианские народы, турки завоевали, покорили. И турецкие блюда распространились и до сих пор присутствуют в Балканских народах, Греции. Но после окончания колонизации, как правило, происходит движение кулинарной мысли в обратном направлении. Понимаете, как сейчас происходит с распространением и популярностью узбекской кухни в России? Узбекистан был присоединен к России относительно недавно, в 1865 году. Теперь Узбекистан независимая страна, Таджикистан независимая, Тиргизия там независимая. Но блюда, которые готовили в этом регионе, становятся популярными в России. Это то, что происходит на наших глазах. То же самое происходило в конце 40-х, 50-х, 60-х годах в Англии, когда Англия потеряла свои колонии в Индии. Индийская кухня стала популярной в самой митрополии, в Англии. В общем, Турция, Византия, Персия, другие империи прошлого – все это, конечно, повлияло на распространение кулинарии. Но что дало кулинарному миру Астерия и Месопотамия? Можем мы сегодня говорить с уверенностью? Что дала Византия? Что дал Древний Рим? Здесь, кстати говоря, какие-то еще документы хоть остались. Но вы знаете, как повлияли арабы на кухню Южной Италии? Это очень интересно. Изучите самостоятельно. А как арабы повлияли на кухню Валенсии, ныне Испании? А кто на арабов повлиял? Кто повлиял на перцев? На кого повлияли поляки и русские? Развитие национальных кухонь и, как следствие, образование новых блюд может идти двумя путями. Первое – это совершенствование методов приготовления внутри отдельной национальной кухни. И чаще всего это совершенствование либо изменения, они вынуждены. Когда меняются условия приготовления еды, ландшафты иногда меняются, народ переехал с одного места на другое. Такое тоже случалось тысячи раз в истории человечества. И другое еще, что более важное – заимствование и перенос кулинарных технологий из одних ландшафтных условий в другие. Понимаете? Вот народ был здесь, они готовили там какую-то одну еду. Переехали сюда, и здесь что-то изменилось в жизни народа. И меняется их еда. Заменяются ингредиенты одни другими. Вот только ленивый мне не написал, что, когда я опубликовал ролик «Морковка по-корейски», только ленивый мне не написал, что «А в Корее такого блюда не знают». Ребят, ну я знаю о том, что в Корее такого блюда не знают. Это как раз удивительный пример, как насильно переселенные корейцы в период с 1932 по 1937 год из Дальнего Востока России в Среднюю Азию и Узбекистан применили кулинарные технологии на новых для них продуктов. Не было тех продуктов, которые остались там, на Дальнем Востоке. В частности, корешок Таради. А вот была морковка в изобилии. Стали готовить морковку. Что, невкусно получилось? Замечательное изобретение. Поэтому я считаю, что в развитии национальной кулинарии за счет заимствования у соседей ничего постыдного нет. Вообще ничего постыдного нет. Это абсолютно нормальный процесс. Потому что даже Франция заимствовала что-то у Италии. Нынешние итальянские повара заимствуют что-то из технологий французской кухни. А ранее заимствовали арабской. Мы сегодня можем наблюдать, как в результате продвижения кулинарных технологий от одного народа к другому и постепенной заменой ингредиентов появляются новые блюда. Например, так, как готовят шашлык сегодня в России, не готовят в странах его гипотетического появления. Хотя говорить о том, что придумали мясо насадить на палочки и пожарить над углями где-то в Средней Азии, или на Кавказе, или на Ближнем Востоке, это просто глупо. Это, скорее всего, одновременно было придумано всеми людьми, которые знали, что такое огонь и что такое мясо. Поэтому шашлык можно назвать русским блюдом одновременно по двум причинам. Он уникален, он широко распространен, и он укоренился, и его готовят чаще, чем некоторые традиционные русские блюда. Кто из вас колью готовил когда-нибудь? Или как там правильное удаление поставить? Между тем, название остается тюркским. Традиционное русское название для этого блюда было верченное. То есть, насаживали что-то на вертел и вертели, да? Верченное. А оно практически вышло уже из употребления, его нет. Сегодня никто не говорит на шашлык верченное. Пойдите в любой ресторан, скажите, принесите мне верченное. Поэтому приписывать определенное блюдо конкретному народу можно в трех случаях. Когда мы хотим сказать, что данное блюдо создано представителями данного народа. Это надо делать максимально осторожно, лишь имея документально подтвержденные сведения. А документов по кулинарии, кстати, меньше, чем остальных документов, гораздо меньше. Когда мы указываем, мы можем еще сказать о национальной принадлежности этого блюда. Вот во втором случае, когда мы указываем на то, что это блюдо не исключительно входит в состав национальной кухни данного народа. То есть, его готовят и другие народы. Ну, вот плов. Его что-то таджики не готовят, афганцы не готовят. Киргизы не готовят, туркмены не готовят. Ферсы, азербайджанцы, турки. Огромное количество народов готовят плов. Теперь и русские, теперь и украинцы. И что там плохого? Или мне гоняться с дубинкой по интернету за каждым, кто приготовил плов? Не готовь это блюдо азербайджанское либо узбекское. Но ведь именно это происходит в интернете сегодня. Я, видишь ли, приготовил борщ. Со всем уважением к тем народам, которые его создали. И приготовил. Очень вкусный борщ. Это могут подтвердить те, кто готовили по моему рецепту. Те, кто пробовали его у нас дома. Что я вижу? Какой-то шквал ненависти, оскорблений. Мат, перемат. За что? За почему ты приготовил наш борщ? Твое дело плов готовить. Твое дело шашлык готовить. А если... А если я вдруг возьму гитару и спою песню «Копа в копа в хричанинку», тоже на меня обейтесь за это? Или если я калинку-малинку сыграю на балалайке? У меня балалайка есть, кстати говоря. Тоже на меня обейтесь за это? Да радоваться надо, когда ваши национальные блюда, которые вы считаете своими родными, готовят и другие народы. Значит, они проявили интерес к вашей культуре, уважение к вашей культуре. Давайте я сейчас завершу сначала, так сказать, околомаучную часть. Когда мы хотим подчеркнуть, что именно это блюдо имеет исключительные особенности приготовления. То есть, вот какие-то... Ну, скажем, есть общее понятие такое, совокупное понятие узбекский плов. Мы сразу представляем себе, вот рис, морковка, там, лук, чеснок, перец, там, не знаю, что еще там. Кто-то представляет себе изюм, кто-то там еще горох этот, представляет себе. Вот если у какого-то блюда имеются особенности, которые не применяют другие народы, то это блюдо можно назвать, это блюдо можно с полным основанием отнести к этому народу. Но и в этом случае правильнее говорить все-таки о региональных особенностях блюдах. Потому что самаркандский плов готовят и таджики, и узбеки. Потому что ферганский плов готовят и киргизы, и узбеки, и таджики. И бухарские евреи готовили ферганский плов. И ташкентский плов точно так же. И харизмийский плов. Самсуктони готовит. Огромная масса народов готовит самсу. Чье это блюдо? Если где-то есть какие-то национальные особенности, то что вот готовят именно так, вот именно в этом городе готовят вот так, то можем приписать, что это плов самаркандский. Это самса джизахская. Что готовят так только в джизахе, а других регионов не готовят. Лично меня, например, не может не радовать, что плов, в том числе и благодаря моему труду, становится и русским блюдом. И сегодня очень многие русские семьи готовят плов не реже, чем щи, либо кашу. Что в этом плохого для меня? Мне трудно представить, что в каком-то далеком будущем мои потомки будут настолько глупы, что припишут своей национальности изобретение плова. Или начнут попрекать другие народы тем, что они готовят тоже плов. Да не дай бог, чтобы не оказались такие потомки. Но, ребята, это происходит в интернете. Это постоянно происходит в интернете. Я готовлю тот же самый плов. Ко мне приходят ребята из Таджикистана. Говорят, это таджистская блюдо. Ты почему называешь его узбекским? Я объясню, почему. Потому что я родился в Узбекистане. Потому что я жил среди узбеков. Я от них научился готовить это блюдо. И несу его другим народам. Научитесь вы тоже. А вы имеете полное право называть его таджикским. Ну и снимите ролики, напишите. А это таджикский плов. Объясните, в чем разница с узбекским. Пропагандируйте свою кухню. Мне говорят, почему ты никогда не снимаешь про таджикские блюда? Мы жили рядом с Таджикистаном. Совсем рядом. Вот проезжаешь Кокант, Бешарык, потом Канебадам. Потом дальше Ленинабад был. Другие города. И потом снова возвращаешься в Ташкент. Мы вот так в Ташкент ездили через территорию Таджикистана. Но ехать 7-8 часов на машине тогда в то время приходилось. Я не останавливался там, не ел ничего. Но я видел, что готовят те же самые блюда, что и в Узбекистане. Понимаете? Я не научился ничему именно у таджикского народа. Хотя таджики жили рядом с нами в Фергане. Я вот приготовил одно блюдо, которое вроде бы мало готовят в Узбекистане. Курутоп. Приготовил со всем уважением к таджикскому народу. Назовите мне блюдо, которое готовят только таджики и не готовят узбеки. Я назову его таджикским. Прямо здесь у себя в Ютубе. Но откуда приходят эти люди? Почему они приходят? Почему эти люди в интернете, даже в такой теме, как кулинария, где дастархан, скатерть, общий стол, должны объединять людей? Почему они здесь разъединяют людей? Почему они здесь сеют ненависть и вражду между узбеками и таджиками? Между киргизами и казахами? Бешбармах приготовил споры. Это киргизская, это казахская. Вы что, вы дураки? Вы совсем глупые, что ли? Кто-то из вас может с уверенностью сказать, что варить мясо в казане научились именно ваши предки? А что, если эти предки ваши общими предками являются? А я уверен, что в моих жилах течет кровь от какого-то предка, от которого и ныне живущие казахи произошли, и ныне живущие азербайджанцы произошли. У нас общие корни, у нас общий язык. Мы уже мало похожи друг на друга внешне, но корни-то у нас общие. Чего вы делите? Зачем вы сеете эту ненависть и рознь? Вы видите, к чему это приводит? Подлецы, последние подлецы сеют рознь между людьми. Для чего? Для того, чтобы управлять ими, как баранами. Для того, чтобы стравливать их, как псов. Бывают собачьи бои, а бывают человечьи бои. Это собака рыжая, это собака черная. Давай их натравим друг на друга. Всю историю человечества. Людей делят то по породам, то по религиям. Когда мало разделили на иудеев, христиан и мусульман, теперь давай там делить еще мусульман на других мусульман, христиан на других христиан, чтобы было побольше, и сталкивать лбами друг с другом. Когда это перестало работать, выдумали классы, классовую борьбу выдумали. Теперь, когда и это не работает, давай выдумали националистическую борьбу. Давай выдумали рознь националистическую. Если вы думаете, что это все сегодня началось, если вы думаете, что виноваты только одни, а другие чистые, беленькие, пушистые овечки, это не так. Я с огромным сожалению сейчас хочу рассказать вам одну историю, которая произошла со мной в интернете вот буквально в последние годы. Я не хочу делить людей на мусульман и христиан. У меня друзья и мусульмане, и христиане, и евреи, и неверующие. Я выбираю себе друзей не по религии, а по их человеческим качествам. Я выбираю себе друзей не по национальности, а по их человеческим качествам. И вот, собственно говоря, сама история. Ну, я в Фейсбуке активно там в те годы писал, и подписывались на мой аккаунт в Фейсбуке многие люди, и я то, что нажимал ответить там взаимной дружбой. Итак, у меня появился батюшка, кажется, из Донецкой области. Этому батюшке, молодому еще человеку, пожилая одна женщина подарила свой дом. Старый дом, который он принялся ремонтировать и перестраивать его под церковь. Я не хожу ни в мечеть, ни в церковь, но я отношусь с огромным уважением ко всем верующим людям. В этом батюшке я почувствовал огромную силу веры. Я смотрел на его труд, он поставил там фотографии, и вот он пишет однажды, на крышу денег не осталось. Я очень захотел ему помочь. Тогда у меня с деньгами было не очень, но сколько мог я им тогда и отправил. И он на другой же день пишет, вот Сталик прислал деньги. Батюшка, ну зачем же вы написали? Я же не ради бахвальства это сделал. Я сделал для того, чтобы помочь вам, помочь вам, батюшке, делать других людей лучше. К вам другие люди придут, вы их чему-то хорошему научите. Под вот этой крышей этой церкви. Дом Господа. Ну, ладно, батюшка убрал ту запись, и начались службы в этом храме. Все это хорошо у него шло. А тут уже вот как раз начались эти все события на Донбассе. И батюшка, его место проживания оказалось вот за границей противостояния, ну, собственно говоря, на территории, контролируемой Украиной. И у него стали проскальзывать частенько такие не антироссийские, а антирусские посты против русских людей. Хотя батюшка там, собственно говоря, из русской православной церкви. Я не знаю, правда, там ведь на Украине очень много произошло межконфессиональных каких-то боев, дележек. Там какие-то разные церкви. Это православная такая, это православная такая. Там какая-то греха католическая, они друг у друга что-то захватывали. Но я видел, что вроде бы батюшка православный. А мне не важно, это было. Мне не важно, это было. Пусть он католиком будет, какая мне разница. Тем не менее, у меня сердце радовалось, когда я видел, что батюшка начал вести службу в этой церкви. К нему стали приходить люди. И я захотел поздравить его. И я спросил у моего друга, здешнего, московского батюшки, вот что подарить другому священнику? Что подарить? Вот там церковь, там приход пока еще такой вот небольшой, не шибко богатый. Что подарить? Он говорит, а вот съезди в Сергиев Посад, там есть вот магазин, где продают предметы церковной утвари, и купи ему кадила. Я поехал и нашел, смотрю, как такое красивое кадило. И рядом лежит крест, который батюшки носят, тоже такой же, одним мастером сделанный в одном стиле. Я купил ему этот крест, и купил этот кадила. И поехал на другую сторону Московской области, где останавливаются автобусы, которые везут людей в Украину. Стал просить водителя, отвезите, пожалуйста. Они смогут, драгоценности, вдруг нас на таможне отберут. Ну, ребята, ну это же для церкви. Кто же вас отберет? Кто же настолько бога не боится, что отберет вот подарок для батюшки? Я расскажу, кто бога не боится. Батюшка бога не боится. Вот это самое батюшка. Не боится бога. Проходит некоторое время, и батюшка... Я только... Чего же я батюшку давно не вижу в своей ленте в Фейсбуке? Я пошел, нашел его. Смотрю, а мы больше не друзья с ним взаимные. Он меня удалил из друзей. Я читаю там посты его предыдущие, и вот нахожу, там он пишет, я сегодня удалил всех, значит, россиян за то, что вот, ну, находят причины. Я говорю, батюшка, ну, простите, меня-то за что вы удалили? Разве я не друг вам? Я не попрекаю его подарками ни в коем случае. Не попрекаю пожертвованиями на этот храм, который я, порог которого не переступлю никогда. Наверное. Говорю, разве же я вам не друг? Как? А меня-то вы за что удалили? Да, извините, Сталик, и восстанавливается между нами дружба. Проходит еще какое-то определенное время. Опять батюшка пишет, всех, кто из России, всех удалю из друзей. Говорю, батюшка, ну, ты Библию-то открой. Ну, открой Библию, батюшка, почитай, что в Библии написано. Ну, и ты же не прав. Он опять извиняется. Удаляет тот пост. Но когда батюшка и в третий раз удалил меня из друзей, я уже перестал ему что-то говорить, потому что понимаю, что батюшка перестал служить Богу, а стал служить дьяволу национализма. Батюшка пишет, кстати говоря, только по-русски. Вот до чего дошло. И вот до чего дошло сегодня. Я виноват. Я виноват в том, что сегодня летают ракеты, самолеты, гибнут люди. Напишите, кто из вас тоже считает себя виноватым. Часто, когда я поднимаю такие вопросы, мне говорят, твое дело плов варить там и шашлык готовить. А в политику ты не лезешь, ты в политике не разбираешься. Ну, это пишут же мне менеджеры. Они работают на молочном заводе, например. Или они являются специалистами по натяжному потолкам, продавцы аккумуляторов. Вот эти люди великого ума, они мне указывают, о чем мне говорить. Не указывайте, пожалуйста. Потому что я не глупее вас. Я тоже кое-что видел в этой жизни. Вижу и наблюдаю. И я против войны. Чем бы не закончилось для меня вот это против, я против войны. Разрушение нашей страны продолжается. И продолжается, но не только вот там, на территории Украины. Оно продолжается и в интернете. Когда ко мне приходят спорить казахи с киргизами, теперь ко мне приходят, я лагман опубликовал, приходят, это уйгурское блюдо. Но всю жизнь готовили узбеки. Лагман, никто не называл его уйгурским. Уйгуры жили среди нас. Это братья наши. Уйгуры, народ, который на сегодняшний день находится в очень трудной ситуации. Огромный народ, который не имеет своего государства. Национальная там автономия в рамках Китая их не устраивает. Там сепаратистское движение, там террористические акты они производили. Я однажды прилетел в Китай на конкурс кулинарных книг и смотрю, у всех китайцев настроение очень плохое. Что ж такое? А пока мы летели в самолете, там произошел террористический акт. Уйгурские националисты зашли с ножами на рынок, не с оружием, не с бомбами, а с ножами, не давая всех подряд резать. Теперь для уйгура, значит, построили китайцы перевоспитательные какие-то лагеря. Уйгуры не могут пройти из одного квартала в другой без детального осмотра. У китайской там полиции, милиции, не знаю, как это называется, есть такие устройства, которые они подключают его телефон. Ты не ведешь телефон? Ну, когда это телефон? И моментально контролирует содержимое телефона. Уйгурский народ находится в такой ситуации, что нуждается в братской поддержке других тюркских народов, других мусульманских народов. Что же вы делаете? Долбанные нацики. Я говорю о тех, кто приходит и ругает меня матом за то, что я приготовил лагман и назвал его узбекским. Я же готовил до этого лагман, в котором говорил, вот так готовят уйгуры, вот так готовят дунгани. Сегодня я решил приготовить так, как готовили во времена моей молодости в Узбекистане. Что плохого я сделал уйгурскому народу? За что вы меня оскорбляете и материте? Вас примеры других народов ничему не учат, еще раз в 60-е годы с этого начиналось, с этой болтовни, идиотской националистической болтовни, с этой приписки своему народу все начиналось на Кавказе между Арменией и Азербайджаном. Посмотрите, чем закончилась. Одна война, спустя 30 лет вторая война. в этот раз больше трех тысяч азербайджанских парней погибли, больше трех тысяч армянских. Идите к их матерям, идите к их детям, скажите им, простите меня, я больше так не буду. Вдовы, двое-трое детей осталось, за кого она теперь замуж выйдет, женщина. Одним словом, с сегодняшнего дня, я не знаю, когда я опубликую следующий кулинарный ролик, конечно, они обязательно будут, они еще обязательно будут. я не остановлю свою работу. Но с сегодняшнего дня моя работа будет состоять в том числе и в борьбе с национализмом в кулинарии, в той области, в которой я считаю себя специалистом. И если вы подписаны на этот канал, пожалуйста, поддерживайте меня в этом. Пожалуйста, не проходите мимо каждый раз, когда вы видите какие-то националистические высказывания. Пусть они кажутся вам даже безобидными. Националистических высказываний, высказываний ненависти к другим религиозным конфессиям, либо другим религиям, к расе и так далее, к людям, живущим в другой стране, к людям из другого класса. Оно не может быть безобидным. любое сеяние вражды неизбежно даст свои плоды. Плоды в виде цинковых гробов, плоды в виде сирот, плоды в виде вдов, разрушенных домов, разрушенной экономики и отката прогресса назад. если сейчас многие на меня обижаются за то, что я там два килограмма мяса одновременно положу в казан, так пойдет дело, будете за макароны и за картошку обижаться, за то, что кто-то приготовил макароны с картошкой. Беда пришла в наш дом. Нечего мне больше сказать.